Вечер. Это программа «Суть событий». У микрофона Ольга Бычкова. Я нахожусь в студии на Новом Арбате. А с сутью событий у нас Сергей Пархоменко, который находится совершенно на другом конце света. Но мы здесь тут вот все вместе в эфире «Альфа Москвы». Привет тебе, добрый вечер. Привет-привет. Слышишь ли ты меня? Да, я тебя слышу. Все прекрасно. Отлично. Не видно, правда, пока ничего, но будем надеяться, что включат позже. Нет, все будет видно. Да, все будет видно. Окей, отлично. Да, и мы включаем трансляцию тоже в Ютьюбе. Сейчас прямо Пархоменко нам все начнет объяснять. Ты, конечно, должен мне завидовать, потому что я нахожусь в студиях «Эхо Москвы» на Новом Арбате. А у нас тут беспрерывные чемпионаты. Ой, завидую страшно. И в округе всегда такое происходит. Да, у нас тут именно на Новом Арбате, например, беспрерывный чемпионат мира по футболу. Беспрерывные. 24 часа в сутки ходят люди. Все очень веселые, радостные, свободные. Вот такая у нас теперь жизнь. Ты все пропустил. Вообще это интересно. Да, я пропустил. Я завидую страшно. И, конечно, надо было бы мне сейчас быть дома, а не здесь далеко-далеко в Вашингтоне. Но что ж теперь поделаешь? Так вышло, так вышло. Вообще, на самом деле, тут есть про что поговорить серьезно. И совсем я не собираюсь разговаривать про какие-то удивительные тексты в московских комсомольцах и про разные обвинения всяких девушек и прочее. Это все, конечно, старческое брюзжание и безобразие. Ужасная гадость невозможная. Гадость, гадость, гадость. И не будем даже на этом заострять нашего внимания. А на чем будем заострять? Заострять будем вот на чем. Поразительная история, правда? Вдруг, откуда ни возьмись, в России объединен праздник непослушания. Не по всей России, а в нескольких городах, в тех самых городах, в которых происходят матчи чемпионата мира, вдруг стало все по-другому. Вдруг стало все можно. Вдруг стало что-то необыкновенное. Вдруг стало что-то невероятное, невиданное. Вдруг все подобрели. Вдруг все все разрешили. И вдруг все запреты отменили. Но вот даже тот факт, что на Красной площади не разрешили праздновать мексиканский праздник мертвых, воспринимается как какое-то удивительное исключение и страшное безобразие. Можно подумать, что на Красной площади вообще на протяжении последних многих лет кто-нибудь кому-нибудь что-нибудь разрешал. По-моему, последний раз демонстрация была в 68-м году. За нашу и вашу свободу на ловном месте. Вот с тех пор на Красной площади ничего не происходило. А, ну да, еще Павленский себя прибивал, не скажу за что, к... К Руссчатке. К Руссчатке, да. Ну и еще пара, может быть, вот такого же масштаба грандиозных исторических событий на Красной площади. А, нет, неправда. Неправда. На самом деле я вспомнил. Последнее большое политическое событие на Красной площади непосредственно заключалось в том, что 10 декабря 2011 года через Красную площадь шли люди, которые ходили между площадью Революции и Болотной площадью на том знаменитом митинге на Болотной, с которого началась вся эта так называемая Белая революция. И тогда Борис Немцов с несколькими еще своими соратниками ввел большую толпу народу, которая захотела перейти с одной площади на другую. И никто им тогда не помешал. Частично эти люди шли через Лубянскую площадь, а частично шли через Красную. Вот. Но, конечно, сейчас там можно то, чего никогда было нельзя или нельзя было уже много лет. Вообще, между нами говоря, это нормальное положение Крана. Вообще, между нами говоря, тот факт, что сейчас это все в этих городах стало возможно, свидетельствует о том, что российская власть и администрация этих самых городов, и, несомненно, федеральные власти, без разрешения которых и без одобрения которых ничего, это было бы невозможно, они понимают, что вот это нормальная позиция. Вот вообще полагается в современном мире вот так. И если это так не сделать, то современный мир будет страшно удивлен. И если вдруг окажется, что везде так можно, а в России так нельзя, это будет означать, что Россия какая-то странная страна, страна, выпадающая из ряда вон, в которой не существует никаких нормальных, обычных, принятых, привычных, цивилизованных «но». Это удивительная история. То есть в глубине души они в курсе, как оно должно быть. И если кто-то все-таки имел эту иллюзию, что вот люди необразованные, воспитывались при советской власти, а многие даже в КГБ, это у них в крови, они на самом деле уверены, что вот по-другому не бывает, в действительности они убеждены, что они делают как надо, ничего подобного. Ничего подобного. В действительности они отлично понимают, что происходит. О, я тебя увидел в студии, привет-привет. Да, привет. Это вот этот прекрасный звук, это был скайп, который у нас включился. И мы теперь увидим, и наши слушатели, и зрители увидят полноценную трансляцию. Продолжай, пожалуйста, не отвлекайся. Мы тут разберемся сами. Давай. Ну вот, так вот, поразительным образом они как-то выдали себя в этой ситуации. Они вдруг показали, что вообще они знают, как должно быть. Вообще они вполне понимают, вполне отдают себе отчет, что то, что происходит у нас между чемпионатами мира, когда интересно будет следующий чемпионат мира в России, и по какому он будет виду спорта. Так вот, то, что происходит у нас между чемпионатами мира, это ненормально. Это беззаконие. Это произвол. А вот сейчас все нормально. Любопытно, что в общем никто особенно не скрывает, что это так долго не будет. Уже вот, по-моему, сегодня я слышал какие-то рассказы, и даже, кажется, кто-то записал на телефон разговор с полицейским на теперь уже знаменитой, теперь всемирно знаменитой Никольской улице, где тот говорит, нет, когда чемпионат кончится, вот этого всего вам будет опять нельзя. Опять нельзя будет здесь находиться, опять нельзя будет здесь гулять, опять нельзя будет иметь при себе бутылку пива. Ничего этого будет вам опять нельзя. Но давайте запомним. Давайте запомним вот это нечаянное саморазоблачение. Когда в следующий раз нам скажут, да нет, ну послушайте, это нормально, что все запрещается. Это нормально, что никого никуда не пускают. Это нормально, что нужно за две недели требовать разрешения на появление любого человека по любому поводу в любом месте. Это у всех так. Это во всем мире такие законы. Когда нам в очередной раз это скажут, давайте им напомним про это время чемпионата. А вы во время чемпионата почему это все скрывали? Почему вы стеснялись того, что вы думаете на самом деле? Почему вы захотели сделать так, чтобы никто не знал, как Россия живет в действительности тогда, когда ее не видят вблизи? Когда сюда не приезжают люди, при которых стыдно. Значит, вам при гостях стыдно, а так ничего. Это нормальная такая обывательская ситуация. Как-то пока гости дорогие на порог не зашли, можно и жену бить, как-то и ребенка пороть. А как появляются, значит, все сели, ручки на коленках сложили. Тишь, благодать, любовь в семье. Вот примерно это же самое в общегосударственном масштабе. Но, конечно, говорить я хотел не про это. И, конечно, в качестве основного события этой недели я бы хотел взять случившуюся уже, мы можем это твердо говорить, случившуюся уже договоренность о предстоящей встрече между Путиным и Трампом. Без всякой иронии и без всякого преувеличения. Это будет историческое событие, вне зависимости от того, чем оно закончится. Сам факт этой встречи, несомненно, является историческим событием, потому что это первая полноценная встреча российского руководителя. Ну, она историческая для России, разумеется, прежде всего. Первая встреча российского руководителя с американцем, главой государства новых времен. Совершенно понятно сегодня, что после избрания Трампа Соединенные Штаты вступили в какую-то другую эпоху. И я это здесь наблюдаю очень ясно вблизи. Ломаются очень многие привычные представления о том, как устроено американское общество, чего американское общество может или не может себе позволить. Ломается сложившееся, как казалось, на века устройство американской политической системы. Возникают очень серьезные вопросы о том, жива ли эта система, не сломалась ли она, и не предстоит ли нам в ближайшие несколько лет увидеть ее смену на какую-то другую. Я все чаще и чаще, например, слышу здесь разговоры о том, что еще ныне живущие люди, ну, может быть, не на ближайших выборах 2020 года, а на следующих выборах увидят президента, который выбран вообще вне вот этой вот двухпартийной республиканской демократической системы, а выбран по каким-то другим принципам и по каким-то другим причинам. Говорят о том, что, может быть, это будет битва не между республиканцами и демократами, а, грубо говоря, между интернетом и телевизором. И говорят о том, что, ну, какое-нибудь, например, столкновение между Марком Цукербергом, главной, так сказать, интернет-звездой, и Опра Уинфри, главной телевизионной звездой, за пост американского президента представляется вполне возможным. Ну, может быть, не в ближайший раз, но так в следующий. Да, действительно, наступила некоторая новая эпоха, и Америка стала совсем другой, во многом, не во всем. И вот об этом как раз мне хотелось бы поговорить, в чем она не стала новой, несмотря ни на какого Трампа. Чуть позже я про это скажу. Так вот, предстоит эта встреча, она будет в Хельсинки 16 июля, не в Вене, как предполагалось раньше, а в Хельсинки, ну, это тоже достаточно символическое место, все помнят, хельсинский документ 75-го года, и вообще роль Хельсинки как, ну, такой столицы важнейших политических событий, в частности, для Европы. Так что в этом есть тоже своя историческая справедливость. И очень многие говорят сегодня о том, кто кого завербует. И я даже вот в Фейсбуке у себя, где я собираю за несколько часов до программы всякие вопросы и темы для предстоящей передачи, разумеется, получил в нескольких вариантах один и тот же вопрос, ну что, теперь Путин завербует Трампа. А другие, наоборот, говорят, нет, на самом деле, конечно, это Трамп завербует, ну, по-своему, так сказать, переуговорит Путина, потому что у него есть огромный опыт давления и ведения переговоров один на один, так сказать, по тяжелейшим коммерческим проблемам. Он умеет это делать, он умеет навязывать. Вот мы видели, как он выкручивал руки Ким Чин Ыну только что, то договаривался с ним о встрече, то отменял эту встречу, то заставлял Ким Чин за собой бегать и умолять его, нет, пожалуйста, миленький, давайте все-таки встретимся. Это вот те навыки, которые он получил за долгие годы довольно грубых и довольно жестких бизнес-переговоров, будучи известным деятелем такого довольно криминального и довольно ожесточенного рынка недвижимости в Нью-Йорке. Говорят, что нет в мировом бизнесе ничего более жесткого, чем вот, чем этот рынок. И сейчас он сполна эту историю применит во всю силу на Путина. И еще больше прогнозов по поводу того, что Путину с Трампом, конечно, обоим очень хочется сейчас договориться. И заключить некий альянс. Что за альянс? Антиевропейский альянс. И тому, и другому очень важно поставить Европу на место. Трампу в связи с главным образом экономическими обстоятельствами, в связи с той войной пошлин, которую он начал, в связи с одновременно несколькими экономическими войнами, которые он пытается развязать. Стальная война, алюминиевая война, автомобильная война, хлопко-тканево-ситцевая война, трикотажная война. Много разных войн он пытается вести, одновременно и с Востоком, и с Западом, под лозунгом ограждения и защиты, и создания благоприятных условий для американской промышленности. Впрочем, все это имеет пока довольно двойственный результат, потому что, с одной стороны, он может похвастаться тем, что уровень безработицы упал в Соединенных Штатах беспрецедентно низко. Впрочем, мы прекрасно понимаем, что колебания уровня безработицы – вещь довольно долгосрочная, и вполне вероятно, что те процессы, которые разворачиваются сегодня – это следствие тех событий, тех решений и тех перемен, которые были сделаны еще в предыдущие годы. Ну, точно так же, как мы знаем, что успех первых лет, экономический успех правления Путина, да и в общем, в значительной мере до сих пор, был следствием тех реформ, которые провели предыдущие правительства еще в ельцинское время. И, в сущности, Путин, так сказать, пожал урожай, пожал результат тех реформ, иногда достаточно жестоких, очень непопулярных, которые до него проводили и Гайдаровское правительство, и правительство Черномырдина, и Ельцин в своем личном президентском качестве и так далее. То же самое в значительной мере происходит сейчас с Трампом. Но, тем не менее, с одной стороны, есть хорошие экономические показатели, с другой стороны, происходят время от времени разные события. Вот, по-моему, на этой неделе Америка буквально со слезами на глазах вся обсуждала ужасное-ужасное событие, а именно то, что, по всей видимости, производство мотоциклов Харли и Дэвидсон уходит с американской территории. Боже! Компания Харли и Дэвидсон приняла решение производить свои мотоциклы где-то в других местах. Это совершенно невыносимая вещь, потому что нет ничего более американского. Последние дни наступают, значит. Да, последние дни, да. Нет ничего более символического, чем Харли и Дэвидсон. Ну, я не знаю, может быть, еще джинсы Левис и, может быть, еще бутерброд, эти самые, сэндвичи Макдональдс. Вот если они еще уедут с территории Соединенных Штатов, то совсем тогда будет конец света. Но понятно, что Трампу очень важно поставить своих европейских партнеров, как это принято называть в российском виде, поставить их на место и показать им, что он совершенно не собирается свою политику каким-то образом координировать с общеевропейским мнением. И он много раз в последнее время давал об этом знать и своими заявлениями о том, что он выходит из Совета по правам человека уоновского, который в значительной мере держится тоже на взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Европой. И даже история с переносом американского посольства в Иерусалим, казалось бы, история внутри взаимоотношений между Соединенными Штатами, Израилем, там, я не знаю, Палестинским государством, Ливаном, Ираном и другими крупными игроками на Ближнем Востоке. На самом деле, эта история тоже о взаимоотношении с Европой, потому что совершенно очевидно, что позиция европейских стран по этой части совершенно другая, и они совершенно не одобряли этого трамповского решения и говорили о том, что это делается не вовремя, что это будет причиной для дальнейшего обострения ситуации и так далее. В общем, много очень поводов противостояния между Европой и Трампом. Еще больше таких поводов противостояния между Россией и Европой. Россия, совершенно понятно, для нее это жизненно важный вопрос, для нее это насущная необходимость расколоть европейское единство, которое выражается для России сегодня прежде всего в том, что Европа в целом поддерживает антироссийские санкции, которые наносят все более и более серьезный ущерб российской экономике. Россия поддерживает в конфликте между Россией и Украиной Украину, Европа поддерживает в этом конфликте Украину, и России, конечно, очень хотелось бы это единство каким-то образом расколоть, из-за этого истерическая дружба то с Венгрией, то с Грецией, то с Кипром, последнее время с Италией, с теми странами, которые Россия считает слабыми звеньями в этом европейском фронте. И вот теперь появляется перспектива создания антиевропейского альянса из двух мощнейших держав. Вообще можно только это видеть во сне. Россия и Соединенные Штаты объединяются против Европы. Ну, понятно, что войной никто ни на кого не пойдет, не надо ничего преувеличивать, но они каким-то образом координируют свои усилия, координируют свои позиции для того, чтобы держать европейское сообщество в узде и не давать ему особенно серьезно влиять на ситуацию в мире. И здесь я хотел бы напомнить о совсем недавних событиях, которые почему-то, на мой взгляд, остались очень мало замеченными и очень мало освещенными. Казалось бы, вот только что важнейшим событием, которое все обсуждали, была встреча «семерки» в Канаде. Все долго разговаривали, каким образом и что там будет обсуждаться. Потом все обсуждали какие-то детали, выявившие там взаимоотношения. Все сходили с ума от этих картинок, которые оттуда появлялись. Все восхищались одной из этих картинок, где ужасно смешная сцена, где все европейские лидеры сгрудились вокруг Трампа и полное впечатление, что это двоечника вызвали в учительскую и, значит, угрожают ему тем, что оставят его на второй год. В общем, все это было очень живо, очень как-то эмоционально и так далее. Между тем, как справедливо замечают люди, которые привыкли пристально следить за политическими событиями, важно не это, важны те документы, которые в результате принимаются. Остаются в результате таких встреч бумаги, остаются некоторые слова. И эти слова имеют значение. Вот человек, с которым я познакомился здесь в Вашингтоне и даже стал дружить, довольно известный российским блогером, тоже такой блогер, который известен под ником БББ, на самом деле его зовут Борис Львин, он замечательный экономист и финансовый аналитик, человек очень глубокий, человек очень, так сказать, приверженный тому, чтобы смотреть на бумаги и пытаться добираться до всякой сути. Он некоторое время, несколько дней тому назад написал очень справедливо о том, что, ребята, а что вы не читаете документы, каменнике, которые были приняты, заявления, которые были приняты этой самой семеркой. Они ведь совершенно беспрецедентны. Они беспрецедентны тем, что они построены совершенно не так, как обычно. Там есть один пункт прямо в этом каменнике, по которому Соединенным Штатам и остальной Европе не удалось договориться. Вот никак. Ни на какой формулировке, ни на каком компромиссе. Просто нет и все. Этого никогда раньше не было. И там есть один абзац в этом каменнике, который существует просто в двух разных вариантах. Американский вариант и вариант всех остальных. И это полное несовпадение взглядов и полное несогласие. Как вы думаете, по какому поводу? По экологическому. Они там не договорились по вопросу о глобальном потеплении и о действиях стран в связи с этим, о сотрудничестве в области борьбы за охрану окружающей среды, против загрязнения воды и воздуха и прочее. Не договорились и все. Насмерть. А договорились о чем? О России. А о России совершенно договорились. И вот та часть этого заявления о семерке, которая посвящена отношению Соединенных Штатов и крупнейших европейских стран и Канады, которые входят в эту самую семерку, так вот, там полное согласие. Там нет никакого конфликта. Там нет никаких расхождений. И именно этот документ будет тем фоном, той отправной точкой, с которой начинается встреча Трампа и Путина в Хельсинки. Я бы хотел прочесть этот кусок. Он довольно большой, не пугайтесь. Но я надеюсь успеть до перерыва. Но все-таки мне кажется, что нужно, чтобы один раз это прозвучало. Хотя это будет опять в корявом моем переводе. Я переводчик совершенно никакой. Но я все-таки постарался. Вот смотрите, что мы читаем в каменнике, принятом Большой Семеркой по итогам встречи с Канадой. Согласовано в Сене, Трамп тоже подписал. Итак, мы призываем Россию прекратить политику, дестабилизирующую ситуацию, подрывающую демократию в разных странах, поддерживающую сирийский режим. Мы осуждаем нападение с использованием отравляющего вещества военного типа в Солсбери, Великобритании. Мы соглашаемся с оценкой Великобритании того, что Российская Федерация весьма вероятно, опять это highly likely, над которым так любит ржать Маргарита Симоньян, но как видите, это всемирная теперь позиция, что Российская Федерация весьма вероятно несет ответственность за это нападение, и что не существует никакого правдоподобного альтернативного объяснения этому нападению. Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства, а также ее обязательства постоянного члена Совета Безопасности ООН поддерживать международный мир и безопасность. Несмотря на это, мы будем продолжать взаимодействовать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем, там, где это отвечает нашим интересам, нашим, то есть этой самой большой семерке, без России. Мы вновь подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы подтверждаем нашу приверженность оказания помощи Украине в реализации ее трудной и необходимой программы реформ. Напоминаем, что продолжение санкций непосредственно связано с тем, что Россия не продемонстрировала полного выполнения своих обязательств, принятых по Минским соглашениям, и уважения суверенитета Украины. И мы полностью поддерживаем усилия в нормандском формате, а также усилия ООН для решения конфликтов в Восточной Украине. Если этого потребует развитие событий, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры для того, чтобы Россия заплатила еще большую цену за свои действия. Кстати, я хочу обратить внимание, что вот эта формулировка, это прямая цитата из Трампа. Это то, что он очень любит говорить. Вот это вот «Costs of Russia». «Россия заплатит цену», «Россия дорого заплатит за». Вот ровно так это написано в этом коммунике. Чтобы Россия заплатила еще большую цену за свои действия. Мы по-прежнему привержены поддержке российского гражданского общества, а также усилием для поддержки и расширения контактов между людьми и народами. Вот это общее заявление, это общая декларация, на которой договорились Трамп и Европа. Нет никакого раскола между Трампом, то есть Соединенными Штатами, которые он представляет, и Европой. По, скажем, российско-украинскому вопросу, по вопросу о трактовке событий в Великобритании, отравления Сергея Юлии Скрипалей, по участию России в Сирии и так далее, нету между ними конфликта. И на этом начнется встреча между Трампом и Путиным в Хельсинки. Ну или возле Хельсинки, как в последнее время говорят, имея в виду один из пригородов этого города. И вот есть второе обстоятельство. Я о нем во второй половине программы буду говорить более подробно, но сейчас начну. Я думаю, что один из главных результатов нашего анализа пребывания Трампа у власти вот все это время, вот все эти полтора года с начала 2016 года, когда он, уже два с половиной года, когда он вступил в эту должность, нет, нет, прошу прощения, с 2017, то есть полтора года. За эти полтора года. Главное, что мы увидели, мы увидели, что Трамп, как любой американский президент, не свободен, точнее не полностью свободен в своих действиях, в своих решениях и в развитии своей политики. Вот давай на этом сделаем паузу, да, и потом продолжим после новостей и небольшой рекламы. Это Сергей Пархоменко в программе «Суть событий». 21.35 в Москве. Мы продолжаем программу «Суть событий». У микрофона в Москве, на Новом Арбате, в московской студии Ольга Бычкова, в Вашингтоне Сергей Пархоменко. Итак, ты начал говорить о том, что Трамп вовсе не так свободен в своих политических действиях, как принято комментировать. Да, пожалуй, у нас есть ответ на тот главный вопрос, который все, ну буквально все, весь мир, и Соединенные Штаты, несомненно, и те, кто наблюдают за Соединенными Штатами снаружи, и все вообще, кто заинтересованы каким-то образом мировой политики, задавали себе в тот момент, когда Трамп приходил к власти. Может ли американская политическая система устоять при появлении в ней вот такого вот инородного, так сказать, тела? Достаточно ли в ней сдержек и противовесов для того, чтобы основные принципы американской демократии, американского народа власти сохранились, несмотря даже на то, что, в общем, человек вполне безумный, и заявляющий о том, что он не хочет эти основы американского народа власти поддерживать, что он считает их ненужными, вредными, такой человек становится во главе страны. Ответ – да. Сегодня можно сказать, что американская политическая система выдержала этот стресс-тест, или краш-тест, как его некоторые называют, не развалилась, и не развалилась в своих основных местах. Во-первых, во взаимоотношениях между президентом и парламентом, то есть американским конгрессом, который очень серьезно относится ко всем трамповским инициативам, и серьезно их, так сказать, просеивает, внимательно их рассматривает. И, конечно, важнейшая часть этого… Да, и что важно сказать еще по поводу Конгресса, что механическое большинство, действительно, та самая партия, которой формально принадлежит Трампу, она контролирует сегодня и верхнюю, и нижнюю палату парламента, правда, с очень небольшими разрывами, с очень небольшими перевесами, буквально там в один-два голоса, но, тем не менее, контроль этот есть. И были люди, которые говорили, ну, это же все дело техники, если контроль есть, значит, автоматически Трамп будет протаскивать через Конгресс абсолютно все, что угодно, любое назначение, любую кандидатуру, любой законопроект, любое решение, любой указ, что угодно. Нет, оказалось, что это не так, оказалось, что механическое большинство здесь недостаточно, оказалось, что необходимо еще содержательное решение всякий раз, необходимо, чтобы законопроект был действительно разумным, и, скажем, то, что произошло у Трампа с его атакой на систему медицинского страхования, которая фактически не удалась ему, потому что он не смог реально предложить никакой альтернативы, и очень большие сложности с принятием закона о налогах, который в результате был принят, но тогда, когда Трамп смог, и его сотрудники, и его команда смогли продемонстрировать, что это действительно серьезные, очень перемены, и важные, полезные для страны, смогли убедить людей в Конгрессе в этом, ну, впрочем, посмотрим, что это будет в действительности, но, тем не менее, решение это они получили. Так вот, во-первых, вот эта сдержка, этот противовес, а во-вторых, может быть, самое главное, это судебная система. И вот здесь я хотел бы сказать чуть-чуть подробнее, действительно, за это время у Трампа было много столкновений и противоречий с судебной системой страны на разных уровнях. Иногда и местные, и городские судьи своими решениями блокировали его решения. На протяжении какого-то времени ему сопротивлялись и высокие судебные власти на уровне штата, а в ряде случаев и на уровне федерации, на уровне Соединенных Штатов в целом. Вот буквально несколько дней тому назад, наконец, после очень долгих мучений и очень долгих, так сказать, итераций, то есть изменений своего решения, Трампу удалось добиться того, что все-таки Верховный суд Соединенных Штатов согласился с одной из, по-моему, третьей или четвертой уже по счету версией указа Трампа об ограничении въезда и ограничении иммиграции из некоторого количества таких, на взгляд, Трампа, особенно вредных и опасных исламских стран. Вот сейчас Верховный суд, не совет, а суд, конечно, Верховный суд, наконец, согласился с тем, что вот этот очередной вариант этого его указа все-таки имеет право на существование. К чему я это все рассказываю? К тому, что все, о чем договорится Трамп, к тому, что все его альянсы, все его сделки и все успехи его виртуозной перегородной техники, все они, в конце концов, так или иначе, должны будут быть одобрены или, по меньшей мере, не сломаны, не заблокированы вот этими сдерживающими его ветвями власти, законодательной властью и судебной властью. Понятно, что международная политика, внешняя политика всегда была в Соединенных Штатах прерогативой президента. Он напрямую влияет на то, что происходит в Государственном департаменте, он работает в очень тесном контакте с госсекретарем, у него есть специальный аппарат там всяких советников, которые занимаются такой внешней безопасностью страны и так далее, и так далее. Полномочия президента здесь очень большие. Но тогда, когда доходит дело до принятия решений, до каких-то уже технических, финансовых, экономических последствий того, что президент решает во внешней политической сфере, вступают в дело вот эти взаимоотношения его с Конгрессом и судом. Что касается Конгресса, очень многое решится в этом, этой осенью, в ноябре, предстоят частичные выборы и в Палату представителей, и в Сенат. И в том, и в другом случае существует шанс, не гарантированный, но довольно существенный шанс того, что республиканцы потеряют свое большинство, больший шанс в Палате представителей, меньший в Сенате, но он есть и там. Есть несколько ключевых штатов, ключевых избирательных округов, в которых предстоят выборы здесь в ноябре, где традиционно избиратели качаются туда-сюда, и там нет такой железной привязки к одной или к другой партии. Но еще более интересные события, чем те, которые мы увидим в ноябре в связи с Конгрессом, мы видим в Верховном суде. Только что заявил о том, что уходит в отставку, ну это, правда, отложенное решение, фактически он идет в отставку только осенью, но он твердо уже об этом заявил. Один из судей Верховного суда, его зовут Энтони Кеннеди, и, конечно, это совершенно потрясающее зрелище и производящее очень сильное впечатление, производящее очень сильное впечатление процесс, который выявляется вот в отношении людей, в отношении всего американского общества, в отношении всего американского государства к Институту Верховного суда, к пониманию его веса и к пониманию веса каждого судьи в нем. Вообще Верховный суд, в отличие, скажем, от Конституционного суда Российский очень маленький. Там всего 9 человек. Все они известны по именам. Почти любой американец может вам назвать эти имена. Известно про каждого из них, на какой он стороне. Он республиканец или демократ. И счет там 5-4. 5 республиканцев, 4 демократа. Этот счет причем установился только в относительно недавнее время после того, как по рекомендации Трампа был назначен туда новый судья взамен умершего, очень уважаемого судьи из Кали. И был назначен судья Нил Горсыч, который несомненно является республиканским судьей и несомненно придерживается тех политических позиций, которые ближе к Трампу. Но вот человек, который заявил об уходе сейчас, вот этот самый Энтони Кеннеди, был человеком, о котором говорили, что он самый важный судья Верховного суда. Почему? Потому что он, будучи республиканцем, был таким судьей, который в каждом конкретном случае определял свою позицию. И он сыграл колоссальную роль в принятии Верховным судом важнейших решений по самым острым для американского общества в последние годы вопросам, самым дискуссионным, самым страстно обсуждавшимся в американском обществе. Именно он, будучи республиканцем, принял решение, которое позволило всему Верховному суду встать на сторону более либерального, более демократичного варианта решения. Это он своим голосованием сделал возможными браки между лицами одного пола в Соединенных Штатах. Это он в значительной мере определил право женщин, подтвердил право женщин на аборт, который постоянно подвергается в Соединенных Штатах атаке со стороны наиболее консервативных органов общества. Он своим решением сделал так, что смертная казнь в Соединенных Штатах стала невозможна для подростков. Она была возможна в некоторых штатах и для людей умственно отсталых, скажем так, не вполне дееспособных, не вполне контролирующих свои действия. А в некоторых штатах такая смертная казнь была возможна. И так далее, и так далее, и так далее. Есть несколько десятков решений, больших и маленьких, в которых он своим решением определил общую позицию суда, качнувшись в одну или в другую сторону. Опять, почему это важно? Почему я рассказываю про какого-то далекого судью Верховного суда, каких-то далеких Соединенных Штатов, какое это отношение имеет к российской политике? Самое прямое. Это механизм, который держит за все. За фалды, за вожи, за усы, за уши, за что хотите, держит президента Соединенных Штатов. Это важнейший инструмент, который заставляет Соединенные Штаты в целом, как государство, как державу и президента Соединенных Штатов Трампа, оставаться в рамках некоторых важнейших основ американской конституции. И именно поэтому мы должны понимать, что в Хельсинки не произойдет ничего душераздирающего. Не будет ничего сносящего крышу в одну или в другую сторону. Потому что Трамп может заявить все, что угодно. Может пообещать все, что угодно. Может сколько угодно хлопать по плечам. Может бросать конфеты на стол, как он бросал их, как говорят, Ангеле Меркель. Может заглядывать в глаза, как заглядывал в глаза президент Буш. Как-то я обнаруживал там хорошего парня в глазах Путина. Он много чего может. Но ему предстоит всего несколько часов спустя, после этих конфет, этого заглядывания в глаза, этих хлопаний по плечу и всему остальному, вернуться в Соединенные Штаты, где его ждет Конгресс и где его ждет Верховный суд. Перед которыми ему предстоит обосновать свои позиции. И где ему предстоит отстоять, защитить свою точку зрения. Несмотря на то, что его полномочия достаточно широки. Несмотря на то, что во внешней политике у него есть предостаточно разных возможностей. Многие вопросы он решает своими указами и так далее. Но он прекрасно понимает, что если он не найдет поддержки у Конгресса и Верховного суда, эта политика останется просто нереализованной. Мы это видели на истории с санкциями. У нас есть много оснований полагать, что Трамп и его ближайшее окружение, лично они, не хотят расширения санкций против России. Но мы видели вполне демонстративную выходку, которую они устроили в декабре, когда они сделали вот этот телефонный справочник вместо санкционного списка, предъявив Конгрессу эту бумагу, бессмысленную, как в тот момент казалось. Хотя, конечно, она оказалась основой для принятия дальнейших решений, но в тот момент это был вполне демонстративный шаг. Мы видим, что Трамп не хотел, но деваться ему более или менее некуда. Он будет это делать и он будет подписывать вот те каменеке, которые он подписал в Канаде в последний раз, где прямо сказано о том, что Россия должна заплатить еще более высокую цену за то, что она в действительности совершила на Украине, за то, что она в действительности совершила в Крыму, за то, что она в действительности совершила по отношению к соседнему суверенному государству, отторгнув часть его территории и покусившись на его территориальную целостность. Вот это важная очень вещь. Мне кажется, что все предстоящие нам две недели до этой встречи нам предстоит обсуждать перспективы. Мне кажется, что это важная основа, на которой все наши обсуждения должны происходить. Последний сюжет в этой программе, без которого я, конечно, не могу обойтись, это дело Дмитриева. Фон для этого дела вполне очевидный. Российская власть в отношении прав человека, ну, называя вещи своими грубыми именами, что называется, гуляет по буфету. Она осознает, что давление общества чрезвычайно незначительное, что есть очень небольшое количество людей и очень небольшое количество сообществ внутри российского общества, которые готовы выступать и высказываться против действий российской власти. Вот, пожалуйста, тоже в сущности правозащитная вещь, если вдуматься. Хотя, казалось бы, это из сферы науки и образования, но это тоже наше право, наше право на адекватное образование, наше право знать, что происходит в современной науке в разных его областях. Это дело о том, о чем мы говорили, скажем, в прошлый раз, дело об аннулировании аккредитации у московской школы, знаменитой школы, которую обычно называют Шаненкой. Кто только не высказался по именам, по этому поводу. Есть блистательный список ученых, академиков, членов-корреспондентов Академии наук, которые высказались в поддержку Шаненки. Есть огромный список литераторов, журналистов, писателей. Есть множество замечательных имен. Но статистически это небольшая группа. И статистически российское государство считает себя способным и считает себя вправе от этой группы отмахиваться. Просто не замечать ее отношения к этому делу. То же самое мы видим в этой совершенно безобразной, надо сказать, абсолютно бессовестной истории с беготней украинского полномочного по правам человека Людмилы Денисовой, которую последовательно не допускают под разного рода издевательскими, я бы сказал, предлогами, не допускают к украинским заключенным в российских тюрьмах. Последний раз не допустили потому, что она является гражданином Украины. А каким еще вы хотите, чтобы она гражданином была, если она выполномочена по правам человека Украины? Это же несомненное издевательство. Заявление Пескову по этому поводу является столь же издевательским по сути, хотя внешне выдержано в таких, так сказать, устало-деликатных, как обычно он любит, как будто бы он страшно утомился от необходимости что-то такое высказывать, выражение. Когда он сказал, что вот налицо отсутствие координации и рассогласования. Но если рассогласование, так согласуй. Отсутствие координации, ну, скоординируй, это же ровно твоя работа. Вот это точно работа Кремля. Если договоренность состоялась на уровне двух президентов, если Путин с Порошенко договаривались о взаимопосещении двух омбудсменов, чтобы они могли видеть граждан своих стран в чужих тюрьмах, ну, сделайте это. Это же вопрос совести, это вопрос какого-то, ну, черт возьми, мужского достоинства. Если вы пообещали друг другу осуществить это, что же вы двух этих теток гоняете? Душераздирающее зрелище этой Денисовой, которая сидит там, присела, утомилась на воротах колонии и ждет, пока какой-то хрен ей вынесет документ. А на самом деле он ей не вынесет, потому что он позвонил в Москву, а в Москве ему сказали не пускай. Так что это не политические интриги, это политическая низость, несомненно. То, что происходит вокруг Сенцова сейчас и все эти бесконечные манипуляции с ним. На самом деле мы не знаем, каким образом его поддерживают, поддерживают, кормят его искусственно, или колят его глюкозой, или еще чем-нибудь. На самом деле на фоне чемпионата эту тему просто затаптывают. Она вылезет, несомненно. Осталось несколько дней. Чемпионат кончится, и это вылезет опять на поверхность. И мы узнаем, жив ли он, в каком он состоянии. И мы поймем, каковы перспективы его обмена. Совершенно очевидно, что Россия ищет адекватный товар в обмен на этого человека. И на этом же ровно, в фоне вот этого растоптанного общественного мнения, и на фоне приближения государства к статистически неважной, к статистически незначительной группе людей, которые готовы высказываться в защиту прав человека, дело Дмитриева, которое возобновилось. Я хотел бы подчеркнуть, хотел бы обратить ваше внимание, может быть не все это понимают, что Дмитриев арестован, и вот есть решение суда о том, что он будет находиться под арестом до 28 августа, по новому делу. Вот у меня такое ощущение, что не все отдали себе в этом отчет. Есть первое дело Дмитриева, по которому он был оправдан еще в апреле. И вот 14 июня Верховный суд Карелии отменил этот оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Интересно, что отмены этого приговора добивались обе стороны. Они были недовольны и те, и другие. В результате, с одной стороны, те, кто обвиняли, были недовольны, что его оправдали по делу об изготовлении порнографии, а с другой стороны, вторая сторона все-таки требовала реабилитации, реабилитирующих обстоятельств. Это дело было отменено, направлено на новое рассмотрение. Но тем временем заведено второе, по совсем другой статье. Это статья 132, часть 4. Сексуальные действия насильственного характера. То есть педофилия, в просторечии называя. Этого обвинения не было раньше. И появилось это обвинение на основании очень странных событий, на основании какого-то разговора с этой приемной дочерью Дмитриева, который не был запротоколирован. Точное содержание которого неизвестно никому, в том числе адвокатам. Кажется, с ней поговорили, и кажется, она сказала какую-то фразу сама ли под давлением, то ли сказала, то ли не сказала, то ли за нее эту фразу написали, а она с ней согласилась, то ли не было вообще никакой этой фразы. Тем не менее, заведено другое дело. Почему? Потому что система считает себя обиженной, считает себя несправедливо оскорбленной вот этой вот неважной, незначительной группой населения, которая все-таки считает для себя возможным высказываться. Система не хочет уходить с этой площадки, проигравшей, на таком ярком, заметном деле. Система боится, я имею в виду судебная система, обвинительная система, надзорная система, система российских спецслужб, следящих за гражданами, и, главное, политическая система в лице, в данном случае, властей Карелии. Я думаю, что на этом уровне, на уровне карельского губернатора и на уровне высших карельских чиновников, определяется, что этого человека отпустить нельзя, его надо дожать. Хотя, это была поразительная совершенно история, я разговаривал с людьми, имевшими непосредственное отношение к тому первому процессу, и спрашивал, а почему вы как-то не отмели, не опровергли и не аннулировали вот это абсолютно абсурдное обвинение в том, что он хранил какое-то там огнестрельное оружие, какую-то ржавую трубку, которую он выкопал в лесу и которая была признана стволом от какой-то винтовки. Зачем вы это оставили? На что эти люди, которые были на стороне Дмитриева, мне сказали, ты что, с ума сошел? Мы должны были оставить им какую-то дверь на выход. Мы должны были судье дать какую-то возможность более или менее с сохранением лица выйти из этого процесса, пускай она его обвинит вот по поводу этого хранения оружия, пусть она спит после этого спокоен. Но в действительности система посчитала себя проигравшей и система сейчас хочет мести, потому что считает, что люди, которые защищают Дмитриева, незначительны и неважны. Вот на этом месте попрощаемся в ожидании конца чемпионата мира, когда все станет окончательно ясно и еще более заметно. Ну, это еще пара недель, да. Это Сергей Пархоменко с программой Суть событий.